Гояр Ахмедович Истантаров Гояр Ахмедович Истантинов 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 Ведь нужно же вообще учитывать эти национальные особенности. Почему мы их не учитываем? Почему мы как трактор идем и грехом всех в одну кучу? Ведь на дороге эти высказывания о том, что православный мир, русская, богатство, заместитель министра культуры на награждение Смиротворец было такое награждение, вы сказали, посмотрите как, за многонациональный русский мир. Вот как это можно понять? Как можно вот такие слова вообще говорить на публике? Значит, все мы являемся строителями этого государства в той или иной степени. Да, сейчас, может быть, татар там меньше, но когда-то и русских было меньше на этой территории, на все, я не веду. Понимаете, войдет какая-то селекция, какие-то народы исчезали, появлялись народы. Но я хочу сказать, вот мой ребенок идет, допустим, в Федеральный музей, в Ветеракуре. Там экспозицию сдержали, она начинается, с Ломановского. А есть у нас и другие народы, которые заселяли эту землю. Ведь до сих пор сохранили стихи у татарских поэтов Средневековья, которые раньше Шекспира, был сюжет разговора с фильмом, описывали хангу, ад. Почему это? Мы боимся. Почему мы боимся вот эту культуру всех народов России объединить в одно целое и гордиться им? Ведь даже представители Чингисхана тоже уроженцы России, между прочим. Мы об этом не знаем и не говорим об этом. Что такое история, которую преподают школы? Так это же тоже завсовывало на мечту. Ведь до России существовали другие государства, которые эти земли как раз-то и объединили. Почему дети об этом, не знаю. Далее, вот сейчас недавно выступал товарищ Куликовская битва. А вы знаете, что в Куликовской битве с той стороны бились татары русские? Вот и все. Значит, надо им переименовать и праздники. Это не победа русского оружия над мангол-татарским войском.